Жители Кургана отстояли свой город от большой воды, пусть и не весь, но высотное левобережье. Паводковые воды не захлестнули, рукотворная дамба устояла, а в пятницу после полудня воды Тобола, вспенившись до пиковой отметки в 10 метров 15 сантиметров, пошли на спад. Очень медленные, как все в матушке природе, но все же. Сегодня к 8 утра уровень воды в Тоболе достиг отметки 986 сантиметров. Тобол успокоился, зато по максимуму взъерепенился Ишим. Одноименный город на Тюменщине пока не топит, хотя и там поплыли мешки с песком на рукотворной дамбе. А вот пригород уже вовсю мокнет в воде. Деревню Синицына воды Ишима отрезали от большой земли. Деревенский люд и днем, и ночью помогает профессиональным спасателям защитить насыпь от потопа. Гигантская вода идет со стороны соснового бора, который местные называют Синицыным. Молодого пожарного Никиту радостная весть о рождении дочери, которую счастливые родители еще до потопа решили назвать Василисой, застала на боевом посту, на дамбе плодопитомника. Губернатор Тюменщины Александр Мор. Губернатор напрашиваться в крестные отцы не стал, но обещание свое сдержал. Лично приехал в роддом, чтобы поздравить Никиту и Елизавету с первенцем. В выходные губернатор объезжал ночные дозоры. Отоспаться днем у главы региона тоже не получалось. Большая вода не знает передышек. В предпоследние сутки уровень воды в Ишиме поднялся почти на полтора метра и захлестнул. Более чем вековой исторический рубикон в 10,5 метров. Так бурно приток Иртыша вспенивался за два года до Первой мировой войны. В 1912 году сегодня в 8 утра уровень Ишима достиг отметки 10 метров 64 сантиметра. По мнению ишимского краеведа Геннадия Крамора, в самом названии речки заложен ее непредсказуемый норов. Извиваться и разрушать. Как уточнил краевед, у наших предков, конечно же, был свой резон строить крепость на берегу беспокойного Ишима. В 17 веке он был еще одним оборонительным рубежом. От набегов ордынцев. Разумеется, не тех, что тиранили Русь до Куликовской битвы. Но это суть и дело не меняет. Водные потоки стали и опасностью Ишима. Название происходит по самой такой надежной версии от татарского глагола «Ишу», который имеет два значения – избиваться и разрушать. Сейчас поводок смещается вниз по течению Ишима, надвигаясь на Абадский район. И теперь туда переброшена большая группировка МЧС. В Казанском районе вода наоборот пошла на спад. На село Коркино Упоровского района, оно в 180 километрах от Тюмени, надвигаются воды Табола. Ситуация тревожная, но есть и хорошая новость. Орск и Оренбург освобождаются от воды. Хотя в Оренбургской области до сих пор потоплены больше 12 тысяч домов. В Орске специальная станция отфильтровывает за сутки по 20 кубов воды. Пить то, что бежит из-под кранов после наводнения, конечно же, нельзя. А в Оренбурге насосно-рукавный комплекс «Шквал» откачивает по 16 тысяч кубов поводковых вод. Нынешний поводок Урал надолго запомнит. Кургану об этом долго еще будет напоминать утонувший холодильник с пивом. Холодос все еще плавает, никому не нужен. Хотя рябина открыта и пивас уже на разлив продают. Но холодос пока еще никому не нужен. Печально так. Субтитры создавал DimaTorzok